Летом рейсы из Москвы, как и обычно, переполнены. Но эти пассажиры не просто отдохнувшие и набравшие сил в Крыму дети, а спортсмены, которые везут домой медали и грамоты. Дзюдоисты со всего острова впервые так массово выехали на сборы Феодосию. Мы организовали поездку в Крым, в город Феодосия. На базе Динамо города Феодосия расположена прекрасная спортивная база. В советское время она вообще славилась. Эта база была международного значения, в которой в комплексе наши дети получали не только прекрасные солнечные крымские ванны, но и сборы, тренировки, подготовку к двум спортивным соревнованиям. Солнце, море и, конечно же, спорт. Кормили на убой, признаются ребята. Все занимаются дзюдо по несколько лет. Кроме Саввы он всего 4 месяца. В соревнованиях хоть и не принимал участие, зато впечатлений от тренировочных дней масса. Несмотря на то, что мальчик полностью слепой. Почему ты именно дзюдо выбрал? У меня выбора особого не было. Ну как тебе? Нравится это? Ну да, мне очень понравилось. Грамоту я получил в Севастополе за командные соревнования. Там мы заняли второе место. У Вовы грамота, а вот у этих ребят уже медали не только в командных соревнованиях, но и в личных. Стать профи в дзюдо не так-то и просто, тем более на всероссийском уровне, признаются родители. Однако юные сахалинцы доказали, им все по плечу. И соседство с азиатскими странами, где этот вид единоборств весьма распространен, дает о себе знать. Боролись мы. Приезжал Сургут. Приезжали местные из Симферополя, Севастополя. Самбисты из Москвы приезжали. Потом местные самбисты приехали, мы с ними отборолись. А вот какие ребята вам показались больше всего такие сильно подготовленные? Ну, Сургутов. Симферопольские ребята были сильные очень. Такие поездки станут хорошей традицией, говорят организаторы. Организаторы.